Так вот, добыли каким-либо способом ламинарию, ее нужно привести на производство, которое находится у нас на Сахалине. Село называется Первая Патья. Там ее необходимо помыть, отрезать куски, например, поврежденные, отрезать резоиды. Резоид – это корень, на который она крепится к камням. Она не уходит в море, она не уходит в одно, она держится на камне. И вот эти чистые пласты дальше мы в нашем производстве начинаем сушить, дробить и так далее. В производстве салата их начинают шинковать, замораживать и отправлять на производство. Поэтому вы зачастую увидите на адресе производства салата, например, Москва, Тверь, Подмосковье, бывает Хабаровск и так далее. Они зачастую на плавбазе сразу шинкуют ее, замораживают, отправляют там, где ее разморозят. 50% нашей ламинарии в салатах – это китайская, и это отдельная тема. Далее ее помещают в чан с маслом, она несколько минут готовится, и добавляют потом в нее уксус. Так вот, после того, как она в масле была, потом добавили уксус, от полезных веществ там практически ничего не осталось. Да, есть магний, калий, йод, которые исчезают только при температуре 180 градусов. Но фукоидан, ламинарины и так далее и тому подобное, они полностью отсутствуют. По сути, салат из морской капусты исключительно можно кушать только ради клетчатки, которая там осталась. Клетчатка, кстати, которая хорошо работает на кишечнике. Вот салат, ну, мы тут все сошлись давно уже с врачами, с диетологами, с уксусом – абсолютно неполезная вещь для человека. Что мы делаем, чтобы сделать капсулу? Мы ее измельчаем до мелкодисперсного состояния. Вот даже не до нескольких микрон, а до одного-полутора микрон, чтобы ее состояние было максимально разрушено клетчаткой. Вот клетчатка в ламинарии – самая неприятная история. Она, как бы вам объяснить, как каналы, как сосуды у человека закрывают самые полезные вещества, которые в ней есть. И она держит, и человеческий организм не может ее переварить. Она вот зашла и вышла. Так вот, задача – каким-либо образом разбить эту клетчатку, чтобы все полезные вещества стали активными. Самое эффективное раскрытие клетчатки – это делать гель из ламинарий. Но он долго не живет, портится, он великолепно действует на желудочно-кишечный тракт, но его очень трудно перевозить, очень трудно продавать. В общем, очень он плох в продаже. Но ближайшее эффективное средство из ламинарии для человека – это измельчить ее до мелкодисперсного состояния. И дальше мы очень долго продавали порошок, вот просто порошок. И как оказалось, это очень неудобно. Людям в России, за исключением Дальнего Востока, не очень нравится запах, вкус водорослей. Ну, в общем, рыбу, водоросли, по сравнению с Дальним Востоком, центральная часть России потребляет очень мало. Нету вкусовых предпочтений, история потребления мяса больше. В общем, по своим каким-то причинам там множество, их не будем у них разбираться. Собственно говоря, что получилось? В капсуле это стало очень приятно использовать, очень легко брать с собой в дорогу, иметь на рабочем столе, в машине, давать детям, ну и так далее. Вот теперь поговорим о том, какие они бывают. Бывает японика. Если вот написать японика, все время люди у нас говорили, она у вас японская, она у вас, а вот там была Хиросима, вот она у вас там зараженная и так далее. Вот немножко об этом. Значит, два момента. Это про Хиросиму и Нагасаки. В первую очередь, впервые, так сказать, ученые поняли, что ламинария серьезно выводит радиацию из тканей, из костей, из межклеточного пространства. Когда после Хиросимы и Нагасаки в близлежащем море, несколько километров, ничего не осталось, кроме ламинарии. И она очистила море через несколько лет. Вот тогда серьезно начали исследовать. Наши 60-е годы начали исследовать в Тихоокеанском научно-исследовательском институте во Владивостоке. Он, слава богу, сейчас существует. Мы с ним взаимодействуем. Они так и продолжают огромное количество исследований. Сейчас есть у нас очень хорошая новость. Почти 2 миллиарда выделено денег нашим государствам на 5 морских институтов. Эти деньги идут на лаборатории, на их оснащение и на оплату ученым. И я думаю, что это повлечет за собой новый взрыв информации о том, как вообще все это воздействует, новые вещества смогут выделять и так далее. В общем, такое вот лирическое отступление. Так вот, этот Тихоокеанский научно-исследовательский институт начал исследовать ламинарию. И стало ясно, что атомная промышленность начинает развиваться. У нас появились атомные станции, атомные подлодные лодки, есть атомные ракеты. И ребята, которые находятся на службе, они часто рядом с объектами военными тоже получают некое количество радиации. Ну, как бы есть еще в Красноярск 76, кажется, или 72, где, по-моему, 50 километров шахт урановых. Там тоже работает огромное количество людей. В общем, представляете, целая атомная промышленность, которая тем или иным способом все равно иногда получает какое-то облучение. И Чернобыль, естественно, был. И вопрос, как помогать людям убирать радиацию из организма. Собственно говоря, начали экспериментировать с ламинарией и поняли, что ламинария высокоэффективный растение, которое хорошо, водоросль, которое хорошо выводит радиацию. Вот в данный момент времени те, кто жив после, например, Хиросимы, ой, прошу прощения, после Чернобыля, они до сих пор потребляют 2-3 капсулы ламинария в день и живут себе спокойно. Но так как в ламинарии есть альгиновая кислота, вот на этом, наверное, немного больше мы заострим внимание, она и есть основное вещество, которое рабочее вещество в этой водоросли. В общем, она выглядит как такой шарик, у которого много-много-много ножек, кислота, очень много связей, которые на ней есть. Так вот, на каждую отдельную ножку прикреплено огромное количество макро-микроэлементов в связке с витаминами и так далее. И она попадает в организм, выделяет это количество, выделяет это все в организм. Таким образом, ламинария превращается в витаминоподобное вещество. Она в огромном количестве приносит калий, магний, хром, практически всю таблицу Менделеева биологическую. И особенно много в ней желез. Особенно много. Почему? Потому что столько железа в 100 граммах, сколько в 16 килограммах яблок. Так вот, она заходит в желудочно-кишечный тракт, отпускает все элементы, они начинают работать в организме. И эта сороконожка, она освобождается от этих элементов и начинает сорбировать на себя токсины, шлаки, радиацию. И выходит, альгиновая кислота никак не взаимодействует, не остается у нас в организме. И таким образом, почему у вас на баночке написано детокс каждый день, да, детокс каждый день. Вот это все из-за этой альгиновой кислоты. Вот она пришла в организм, принесла огромное количество минералов, витаминов, макро-микроэлементов. Их отпустила. Вот представьте, витамины пришли в организм, да, витамины, минеральный комплекс. И тут же она забрала все шлаки, токсины и ушла. Практически все вещества, которые на сегодняшний день, за исключением некоторых природных, у вас тоже в магазине продаются, за исключением некоторых природных, нельзя кушать. Ну вот полисор, оксивированный уголь, больше 7 дней, ну 10 максимум, нельзя использовать. Потому что они с собой забирают и полезные вещества. Они способствуют запорам и так далее. Единственное вещество, которое можно, ну водоросль, которую можно потреблять каждый день, практически не останавливаясь всю жизнь, ну за исключением 7-10 дней, можно делать перерывы. Это ламинария. И вот мы все время спрашиваем, если вот у вас тоже есть покупатели, у нас тоже есть покупатели. Мы каждый раз спрашиваем, скажите, пожалуйста, каждый день вы находитесь в большом городе, чем вы очищаете смог, консервацию, красители из еды? Каждый день это необходимо делать, это в больших количествах каждый день поступает в человека. Ну помимо того, что с возрастом еще накапливаются шлаки, токсины от гибели вирусов у нас внутри и так далее. Ну собственно этот вопрос ставит людей в тупик и мы должны дать ответ. Нет, этот ответ таков, ламинария это та водоросль, одну-две капсулы, которые можно пить не останавливаясь, потому что там не очень большое количество йода по сравнению с фукусом. И передоза йода не будет, а учитывая, что на территории Российской Федерации в подавляющем большинстве нехватка йода у людей, то это восполняет еще и йод. Все морские растения, они как мультиварки, в них так много скопилось веществ, что вы возьмите хлорелу, спирулину, ламинарию, фукус, все время будет примерно одно и то же написано. Хорошо воздействует на иммунную систему, хорошо воздействует на это, на это, на это. А когда к вам приходит покупатель в магазин, ты даже не знаешь, ну он спрашивает, например, что, а что лучше, а почему это лучше. И всегда можно только на одно-два действующих вещества этой водоросли, потому что все остальное точно такое же, ну по составу. Так вот, в ламинарии действующее вещество, это альгиновая кислота, и она очищает организм, при этом она серьезно водоросли восполняет витаминно-минеральные кислоты. Продолжение следует...